Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Прекрасно, спасибо. Я рад вас приветствовать на нашей новой вебинарной неделе. У нас будет очень насыщенная неделя. Все дни рабочие будут заняты вебинарами. И на этой неделе, и на следующей. Так что мы вступаем в колос очень активного вебинарного делания. Ну что ж, я, как всегда, перед тем, как передать слово нашему спикеру, говорю несколько слов. В основном для тех, кто впервые на наши вебинары приходит. Таких достаточно много на каждом вебинаре, до 20%. Поэтому потерпите, пожалуйста, кто уже все знает. Итак, в самом начале нашего чата располагаются две важные ссылки. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров. Это сайт Директ Академия.ру. На этом сайте, на его главной странице, вы можете познакомиться с расписанием вебинаров на длительное время, вплоть до июня месяца 2018 года. Там же можно на эти вебинары зарегистрироваться, либо прямо из нашего расписания посмотреть записи предыдущих вебинаров. Ну и, наконец, вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютубе, на котором публикуются все записи вебинаров. Вот и этот вебинар тоже записывается, обязательно там появится к концу нынешней недели. Так что регистрируйтесь, подписывайтесь на наш видеоканал и будете всегда в курсе того, что там происходит. А в настоящее время там около более уже 250 записей наших вебинаров расположено на нашем видеоканале. Ну и, наконец, я хотел бы вам проанонсировать два вебинара, которые следуют за нашим сегодняшним. Это вебинар завтрашний, который будет вести Юрий Николаевич Белоножкин. Он посвящен компьютерной анимации для педагогов. И 14 числа вебинар от компании «Гиперметод» ведет Дмитрий Кречман «Организация практикумов в системе дистанционного обучения и мобильное обучение». Две темы будут освещены 14 числа в среду. Ну что ж, на этом свою анонсную часть я завершаю. И приглашаю в эфир с Натальей Логачеву, сегодняшнего нашего спикера, с тем, чтобы провести сегодняшний вебинар. Добрый день. Я вас приветствую. Помогите мне разобраться с моим звуком. Все ли хорошо? Отлично. Благодарю. Благодарю. Друзья, я рада вас приветствовать. Мне очень было любопытно посмотреть, конечно, начало нашей встречи, что обычно все просто здороваются, а здесь чувствуется такой исследовательский дух. Я даже записала вопрос Валерия Ивановича, который поинтересовался, точнее говоря, провел краткое исследование по присутствующим и выявил, что женщин больше. Что же с этим делать? Видимо, мужчинам не нужны советы. Валерий Иванович, представляете, я за эти три минутки взглянула в статистику и посмотрела, что же там делается с женскими и мужскими защитами и аспирантурами. На самом деле статистика говорит об обратном. Мужчин больше в аспирантуре, а женщин меньше. Поэтому, видимо, вы правы, и ваша гипотеза верна, что, наверное, мужчины просто у них какой-то свой путь. Ничего страшного, это тоже замечательно. Что касается сегодняшней нашей темы, друзья, конечно, в большей степени она рассчитана, наверное, на тех, кто начинает или на тех, кто приостанавливался и теперь думает возобновить. Но я думаю, что она будет полезна в любом случае. Давайте немножечко познакомимся. Я буквально в двух словах скажу, почему я рассказываю об этих темах, о подготовках диссертации. Сама защитила две диссертации по разным специальностям. И, в общем-то, с большим удовольствием рассказываю об этом и консультирую по этому вопросу. Напишите мне, пожалуйста, в чате, чтобы я сориентировалась. Я тоже хочу познакомиться с вами. Откуда вы и какую диссертацию вы готовите? Тоже уже видела, что у нас есть прям даже участники из Марокко. Это тоже приятно. Буквально в двух словах. Город и какая диссертация. Или какую планируете писать. Докторская, Липецк, Воронеж, Докторская, Крым. Отлично. Ох, как мы! Из каких разных мы все мест. Это замечательно. Москва кандидатская. Докторская, Докторская. Ой, отлично, друзья. Большое спасибо за то, что вы так включились. Прям создается такая атмосфера. Как же все-таки прекрасен формат дистанционного образования, что мы так далеко находимся, и мы так вместе, так рядом, друг с другом. Это здорово. Благодарю вас. То есть я вот не вижу, чтобы у нас такое какое-то преобладание прям явное было кандидатских, есть и магистрские, есть и докторские. То есть у нас в этом смысле очень хорошо все с набором. Замечательно. Что касается сегодняшней встречи и разговора на эту тему, я точно так же, как и вы, наверное, любите исследованиями заниматься, раз вы пишете или собираетесь писать кандидатскую или докторскую. Я поэтому с цифр, друзья мои. Что касается защит и вообще, в принципе, цифр, которые вам нужно будет использовать для диссертации, как всегда советую брать официальные данные, тем же и занимаюсь. Тоже предлагаю вам взглянуть на официальные данные. Что у нас происходит с защитами диссертации в Российской Федерации? Цифры свежее ВАГ нам не предоставил, поэтому ориентируемся на эти данные. Но, в общем-то, я думаю, что они не очень изменятся. Посмотрите, как мало у нас защищается докторских диссертаций, да, в принципе, и кандидатских. И насколько мы видим, произошло уменьшение, да, и, в общем, есть на это причины. Кроме того, когда мы слышим о защитах и начинаем думать, надо, не надо, вообще, какая вероятность успеха у меня в этом направлении может быть, тоже может быть полезно знать цифры, которые, опять же, ВАГ приводит, ориентируясь на официальные данные, что в России на этапе завершения аспирантуры, то есть с защитой диссертации, завершают только 20-30% аспирантов. То есть не более трети людей, да, вот все-таки финишируют с результатом, если так можно сказать. В чем причины? Причин на самом деле много, причины разные, и, в общем, мы, наверное, о них сильно говорить сегодня подробно не будем. Очень часто мы начинаем не с того, что нужно, и поэтому вот эта тема, связанная именно с началом, она, может быть, и поможет выстроить свой путь таким образом, чтобы результат был ярким, успешным и удовлетворяющим вас. Давайте начнем с этих шагов, а именно я заявила, что я расскажу про семь шагов, да, ну, условно говоря, их можно было бы выделить и больше, и меньше. Что касается любой деятельности, безусловно, первое, с чего мы начинаем, это с цели. И часто, когда мы рассуждаем о целях, мы сразу же, такой стандартный набор характеристик для цели, да, что цель должна быть конкретна, измерима, там, определена по срокам и так далее. Сразу хочу сказать, что это, безусловно, касается и диссертации, то есть, ваша цель, это не просто защитить диссертацию, я думаю, что вы каждый свою цель несколько иначе для себя формулируете. Я хочу обратить ваше внимание немножечко на другой аспект, вот, цели полагания. Именно на то, что цель, здорово, если цель сформулирована так, что она вас мотивирует, она вас греет, она вас двигает по этому пути, потому что путь длинный, непростой. И, в общем, многие не завершают этот путь именно потому, что недостаточно самомотивации, а вокруг вообще вы мотивацию очень плохо будете встречать, мало, точнее говоря, будете встречать, потому что, ну, есть в нашей среде некоторая конкуренция, и, может быть, не всем понравится, что вы решили защищать диссертацию. Ну, к сожалению, это так. Поэтому, когда вы выбираете для себя цель, формулируйте ее вкусно, чтобы вот она вас грела. И понятно, что это не самая диссертация как таковая, да, то есть, конечно, мы пишем, мы делаем такую длинную работу не для этого. Что касается вот важностей, на которые стоит обратить внимание, когда вы формулируете цель. Дело все в том, что процесс подготовки диссертации может быть разным. Ну, в частности, можно быть в аспирантуре, в докторантуре или просто готовить диссертацию. Так вот, поэтому, когда вы начнете как бы с первого шага, да, и думать, надо ли мне это вообще. Вот удивительная вещь, когда начинаешь разговаривать с людьми про защиты, очень многие спрашивают и себя, и тебя, зачем вот ты вот это делал, вот для чего, да, задается вот этот вопрос, а для чего мне это. Ну, кто-то связывает это с увеличением там заработной платы или возможностью реализовать себя в профессии, то есть, продвинуться куда-то на более высокостоящие места, да, но, тем не менее, это не самое главное. И когда мы формулируем цель, мы должны для себя немножко технических моментов, чтобы эта цель-то была конкретная, для себя должны проговорить, поступаете ли вы в аспирантуру или нет. Если вы поступаете, то эта штука вообще отдельная, этому вопросу нужно уделить время и так далее. Если мы, то же самое касается докторантуры, если мы готовим диссертацию самостоятельно, мы будем ли искать себе научного руководителя или консультанта, или мы будем действовать полностью самостоятельно? Как шутят те, кто прошел этот путь про кандидатские докторские диссертации, говорят следующим образом. Кандидатскую диссертацию пишет доктор наук, а докторскую пишет кандидат. В этом есть, конечно, правда, потому что, когда вы пишете кандидатскую диссертацию, без научного руководителя очень сложно, потому что непонятно, по большому счету, что делать, что включается в эту деятельность и как это все осуществить. Поэтому опека научного руководителя очень важна. Когда вы пишете докторскую, вы уже прошли этот путь однажды, уже много знаете, и поэтому вполне возможно, что консультант вам нужен просто для ощущения, что есть плечо рядом. Ну и, конечно, друзья мои, я вам советую, да и вы, наверное, без меня это прекрасно понимаете, ну как бы ограничить для себя срок. Мы четко знаем, что у нас сроки-то ограничиваем не мы, собственно говоря, да. Нам установлено, что нам для этого дается 3 года, и, в общем-то, иногда есть такое желание в начале немножечко так, ну, пораскачиваться, не сразу включаться. Вот это будет отодвигать вас от достижения цели, лучше, конечно, включаться сразу, потому что понятно, что какой бы уровень работоспособности у вас не был высоким, некоторые вещи, они связаны не только с вашей деятельностью, они связаны с другими людьми, и вы не сможете некоторые процессы просто ускорить. И поэтому, чтобы укладываться в сроки, вот для себя какой-то целевой ориентир обязательно определяйте. То есть, как вы думаете, сколько бы вам на это потребовалось времени. Понятно, что это штука условная, но она помогает. Что касается второго шага, второй шаг, я думаю, еще более значимый или наравне значим с этим, потому что, ну, вот у нас все-таки много здесь присутствует людей, которые докторскую диссертацию уже готовят, то есть уже совсем даже не новички в этом деле, много знают, понимают, что они будут делать и так далее. А когда человек начинает готовить кандидатскую диссертацию, сталкивается с этой деятельностью впервые, то он не всегда осознает некоторые особенности этой деятельности. И вот первая важнейшая особенность, которую почему-то смешивают очень часто, человек говорит, я занимаюсь наукой, поэтому я пишу диссертацию. Согласна, конечно, вы занимаетесь наукой, и как бы результат вашей деятельности, результат вашего исследования, это и будет диссертация. Но очень много есть примеров, когда человек великолепный специалист, он проводит исследования, у него есть много публикаций и так далее, а диссертация не рождается. Возникает вопрос, в чем проблема, что случилось, ведь он занимается наукой, почему нет у него диссертации? Ответ очень простой. Если говорить о том, когда человек занимается наукой, по сути он занимается творчеством, он сам себе хозяин, он выбирает, что он, какие методы использует, что он там берет у себя, каким результатом он хочет прийти и так далее. Когда же мы пишем диссертацию, вокруг нас куча регламентов, то есть мы должны укладываться в эти регламенты с одной стороны, а с другой стороны мы очень ограничены в своих свободах творческих каких-то. И поэтому для написания диссертации очень важна технология, то есть что, зачем, как и так далее. И если особенно, когда человек такой творческий, поглощенный наукой и так далее, ему очень сложно перестроиться вот на эти регламенты, на эту обязаловку. Поэтому, как только вот это ощущение возникнет, и вы себе позволите наукой заниматься и диссертацию писать, и как бы на время забыть вот об этом творчестве и погрузиться в эти регламенты, результат придет гораздо быстрее, чем если мы будем думать, что мы занимаемся и тем, и другим одновременно. Кроме того, очень важным таким составным моментом второго шага является ясность пути. Очень многие из нас, когда начинали мы писать диссертации, не совсем четко понимали, что же такое писать диссертацию. Когда у человека спрашиваешь, ты чем занимаешься, я пишу диссертацию, и складывается такое ощущение, что как будто он занимается только этим. На самом деле, первая особенность пути диссертантов состоит в том, что деятельность, которую вы будете осуществлять, она очень многоаспектна. Давайте посмотрим, что это. Это и работа с литературой, это и подготовка статей, это выступления на всевозможных конференциях, форумах и так далее. Это подготовка самого текста диссертации, это совсем не одно и то же, что подготовить статью, и даже не одно и то же с тем, что подготовить монографию. Это и работа с документами, причем работы с документами у вас будет очень много. Если же вы еще при этом учитесь в аспирантуре, понятно, что у вас помимо этого есть занятия, отчетности, то есть вы должны сдавать какие-то экзамены, зачеты. У вас есть научные семинары, на которые вы должны писать доклады, выступать и так далее. И все вот это, вот это, вот это называется одной фразой «я готовлю диссертацию». То есть понятно, что когда мы начинаем более полно погружаться в эту деятельность, мы понимаем, что она очень разносторонняя, очень разнообразная, и везде желательно преуспеть для того, чтобы был яркий результат. Второй момент, очень важный по поводу пути, это очередность. Любой путь можно разбить на определенные этапы. И, конечно, когда-то можно, что называется, перескакивать, да, с первого на третий, с третьего на второй и так далее. Но чаще всего все-таки результативность повышается тогда, когда вы движетесь по тем этапам, которые имеют приоритет сейчас на данном, вот в данной точке, в которой вы находитесь. Что важнее, сейчас писать публикации или там готовить публикации, или научиться выступать по своей теме. Например, что важнее, работать сначала с текстом диссертации, а потом, например, делать публикации, или обратно какая-то связь должна быть. То есть вот эти вопросы, которые, кажется, да что тут, делаю, что делаю, да и все. Вот немножко не так, потому что если мы не понимаем, что, зачем должно двигаться, мы сами себе этот путь затрудняем. Ну, например, если вы совсем-совсем в начале пути находитесь, и еще даже в недостаточной степени погружены в тему, конечно же, сесть и писать текст диссертации у вас не получится. И многие ждут того момента, когда же у меня получится сесть и писать текст диссертации. Не надо этого момента ждать. До этого момента можно сделать кучу других дел, очень полезных. Помимо того, что читать литературу, например, готовить публикации. Публикации делаем, отправляем, они от вас, что называется, отпочковываются, живут своей жизнью, продвигаются, в том числе и в экспертное сообщество, а вы уже готовите тем самым себя к работе над текстом диссертации. Кроме того, когда мы слышим, что нам дали 3 года, например, в аспирантуру поступили, нам говорят, вот у тебя 3 года впереди. Нам кажется, ух, так 3 года – это вообще столько времени у меня впереди, что я прям защищусь и вообще все будет замечательно. На самом деле так и будет, будет замечательно. Но есть настолько длинные этапы, которые вообще не зависят от вас. Да, эти этапы наступают, когда вы уже продвигаетесь к финишу, когда вы начинаете эту работу демонстрировать, когда ее начинают обсуждать, когда вы ее подаете в диссертационный совет. Там продолжительность этапов, такие паузы в вашей работе могут затягиваться на месяцы. Поэтому, конечно, считать, что у вас есть впереди 3 года и заниматься, знаете так, неспешно – это не самая лучшая стратегия. Поэтому вот в этих аспектах надо четко понять особенности вашей деятельности, которые ожидают вас впереди. Что касается третьего шага. Когда мы с вами более-менее прояснили, ну, в частности, можно пообщаться с более старшими коллегами, те, кто уже защитился, я имею в виду старшими не с точки зрения опыта, не с точки зрения возраста, а с точки зрения опыта, которые уже прошли этот путь, и его как-то прояснить для себя. То есть, когда вы начинаете, перемещаетесь на третий шаг, то вот здесь уровень самостоятельности должен многократно вырасти. Этот шаг состоит в том, что нам нужно определиться с областью исследования и с темой. И чаще всего это происходит, вообще говоря, автоматически. То есть, когда вы поступаете в аспирантуру или в докторантуру, у вас уже спрашивают тему, уже понятно, по какой там специальности вы будете защищаться и так далее. Но это же как бы готовая ситуация, ей предшествует что-то, ведь тема не прояснилась у нас в голове просто сама по себе, мы ее как-то определили. Как же вот поработать на этом шаге так, чтобы дальнейшая деятельность ваша была более эффективна и более понятна. Если вы только начинаете определяться, в частности, с темой, то первое, что я хочу вам посоветовать, даже сначала мы определяем область исследования. Для того, чтобы нам определить область исследования, вообще в какой области я могла бы что-то новое сказать, потому что все-таки диссертация – это новизна прежде всего, то вот этот стандартный подход, который используется по отношению ко многим моментам, к поиску работы, к поиску своей профессии, чего угодно, могу, хочу, надо – это очень хороший инструмент для того, чтобы найти ту область, в которой ваша диссертация будет, знаете, заиграет, что называется. Почему? Потому что, безусловно, есть категории «могу-хочу», то есть «могу», значит, «знаю, у меня есть образование по этому поводу», «хочу», «мне это интересно изучить». Это здорово, но очень важно, чтобы ваша тема была прикладная, чтобы она обладала значимостью научной и практической. И поэтому вопрос по поводу надобности этого исследования, его отбрасывать ни в коем случае нельзя при выборе области исследования. Точно так же, если вы выбираете сочетание «хочу», например, но у вас нет образования, ведь мы можем по другой специальности защищаться, эффективно это? Не совсем. Почему? Потому что вы заранее обрекаете себя на то, что вы будете погружаться в еще одну дополнительную область. И это означает, что вам потребуется время для этого. Кроме того, мы же с вами еще, если учимся в аспирантуре, сдаем экзамены, и поэтому, безусловно, вам нужно будет подготовиться к экзамену, и это намного сложнее будет, чем готовиться к экзамену по той сфере, которой вы владеете. Поэтому, когда вы выбираете, чем бы вам позаниматься с точки зрения области исследования, лучше учитывать и то, что вы знаете, то есть наработанный багаж. Может быть, вы вообще писали магистрскую, например, диссертацию по какой-то тематике, есть уже литература, есть понимание темы и так далее. Учитывать прикладной аспект для себя, сможете ли вы потом эту тему использовать, например, в жизни, в работе или еще как-то. Ну и, конечно, востребованность науки и практики с точки зрения вашего исследования. Что касается уточнения, то есть когда мы определили вот эту сферу, где я могу, хочу, и она востребована, то, конечно, я внутри вот этого круга, круг – это более широкая, конечно же, сфера, определяем внутри него тему. И казалось бы, да что там сложного, мне вообще тему дали, или там тема задана моим научным руководителем, потому что он этим занимается. Согласна, друзья, так бывает. Но для того, чтобы у вас-то понимание больше возникло и этой темы, и того, чем вы будете заниматься, ведь в эту тему нужно будет погрузиться, если тем более она чужая, значит, она для вас еще не знакома, то как мы выбираем тему и, соответственно, на что мы ориентируемся. Конечно, когда мы выбираем тему и область исследования, мы должны соотношение вот это понимать, что ваша тема – это маленький кусочек исследовательской области. Конечно, кто пишет докторскую диссертацию, он, что называется, замахивается на более масштабные исследования. Тот, кто пишет кандидатскую, это исследование более компактное, более легкое в исполнении и так далее. Но и в том, и в другом случае исследование должно попасть вот в эту область. Для того, чтобы у вас не возникло проблем при продвижении диссертации, то есть вот она уже написана, например, и вам же ее нужно будет еще продвигать, то, соответственно, паспорт специальности – это то, с чем нужно познакомиться до того, как возникнет тема или еще что-то. Алексей Петрович пишет, что стоит на месте. Нет звука, друзья? Дайте мне знать, как меня слышно, видно? Все нормально, да, значит, это просто где-то у кого-то точечная проблема. Хорошо, тогда, когда мы с вами вот доходим до этого момента, прежде чем вообще-то заниматься красивой формулировкой темы и так далее, мы с вами должны познакомиться с таким документом, который называется паспорт специальности. Уверена, что большинство из вас знакомо с паспортом специальности, смотрело на этот документ и так далее, но я хочу буквально несколько моментов прояснить для тех, кто не знаком с этим документом. Этот документ очень важен. Он вообще, друзья мои, важен будет на протяжении всей вашей работы над диссертацией, потому что когда сейчас, например, на этапе формирования темы, да, вы будете им пользоваться как неким ориентиром, а вот когда вы будете уже формулировать новизну, например, то вы будете пользоваться этим паспортом специальности как регламентом, за пределы которого вам ни в коем случае нельзя выходить. Почему? Потому что паспорт специальности – это такой особенный документ, который задает область исследований, и если вы внутри этой области осуществляете исследование, то вам может быть ученая степень присуждена по конкретной специальности. Если вы вдруг вышли за эту тему исследований, забыли про паспорт, не посмотрели и новизна не укладывается в паспорт специальности, когда вы будете отправлять свою, даже если она пройдет внутреннее рецензирование внутри организации, где вы готовили диссертацию, когда вы ее подадите в диссертационный совет, вам могут отказать по причине того, что диссертация не укладывается в пункты паспорта специальности. Как выглядит этот документ для тех, кто не видел? По каждой специальности… Так, секунду, я сейчас попробую воспользоваться. Значит, по каждой специальности… Вот номер специальности, он называется шифр специальности. Есть свой паспорт. Зная вашу специальность, вы должны будете найти такой паспорт и с ним познакомиться. Жесткой структуры у паспортов нет. Вот если у вас, что называется, будет свободное время и захочется поизучать разные паспорта, вы можете открыть и посмотреть, какие они вообще отличные друг от друга. Но, тем не менее, есть разделы, которые в паспорте обязательно присутствуют. Это шифр специальности, она должна быть ваша. Это формула специальности, то есть описание того вообще, о чем исследовательская область. И конкретизация областей исследования. Ну и, естественно, нам указывают, допустим, кандидат, каких наук человек будет, если он провел исследование вот в этой области. В данном случае мы видим паспорт специальности по хирургии, это медицинские науки. Вот я не случайно взяла этот пример паспорта специальности. У меня просто разные участники моих курсов. И там, и врачи, и педагоги, и экономисты, и юристы и так далее. И вот мы сами были очень удивлены, когда увидели подобный паспорт. Потому что вот он, собственно говоря, весь на слайде и есть. То есть вот этот вот кусочек текста, состоящий из пяти областей, да, вот это весь паспорт. Когда человек работает, проводит исследования по этой теме, ему особо с паспортом затруднений никаких не возникнет и не составит. Он открыл, прочитал и понял, да, я там делаю вот это исследование по пятому пункту и все. Но это было бы просто, если бы все паспорта были такие идентичные и вот такие по размеру. На самом деле это, конечно, не так. Я специально вам привела другой паспорт специальности. Это специальность 08005 экономика управления народным хозяйством. И просто для того, чтобы вы могли соизмерить, что даже то, что вы в разных областях исследования проводите, требует от вас разного времени, даже вот на какие-то такие работы не очень значительные, которые все будут делать, но время потратят все разное. Например, в этом паспорте, вот если в том просто 5 пунктов и все, то здесь 15 областей исследования. Причем каждая область, вот циферка, да, вот это область исследования. И каждая область разбита вот на такие пункты. Вот они называются пункт паспорта специальности. Когда вы будете оформлять потом уже, да, автореферат диссертации, и у вас будут сформулированы положения новизны, рядом с каждым пунктом положения новизны будет указан пункт, которому он соответствует. Именно поэтому я и говорю о том, что паспорт специальности на начальном этапе поможет вам понять, где вам нужно находиться со своим исследованием, чтобы получить степень по определенной специальности. А когда вы будете уже работу готовить прям совсем к защите, он будет вас ограничивать, потому что новизна должна попадать в конкретный пункт, один или в пункты. И вот, например, в этом огромном паспорте почти в каждом из разделов 15, 20 и более пунктов. Причем каждый пункт абзац или даже большой абзац. То есть понятно, что с этим паспортом нужно очень внимательно поработать, для того, чтобы найти свою исследовательскую область. Но и так, что называется, для сравнения, если тот паспорт у нас уместился на слайд презентации, то в этом паспорте 36 страниц текста. И несмотря на то, что называется одинаково, да, и, в общем-то, для одних и тех же целей будет использоваться, конечно, совершенно разные по сущностной наполненности эти документы. Где брать эти паспорта? Ну, безусловно, можно взять просто обычный, сделать обычный запрос в интернете, и найдется масса источников, где вы можете взять паспорт специальности. Честно говоря, друзья, я все-таки за официальные места, откуда мы можем брать, чтобы мы понимали, что мы взяли документ хорошего качества, что если он был изменен, то эти изменения внесены, и, в общем, мы можем быть спокойны. Поэтому я вам предлагаю искать паспорт на сайте ВАК. Вообще, познакомьтесь с этим сайтом, если кто им еще не пользовался или не заходил на него. Он, с одной стороны, очень удобно устроен, потому что меню такое длинное, с левой стороны, там много вынесенной информации, но с другой стороны, вся такая важная информация, она настолько везде спрятана, что найти ее, чтобы ее найти, нужно потратить очень много времени и знать, где ее искать. Ну, паспорт специальности не относится к этой категории, эту информацию достаточно легко обнаружить, потому что есть прямо такой раздел, вы вниз по левому меню уходите почти в самый низ и видите такой раздел паспорта научных специальностей. Туда входим, если вы знаете свой шифр, то там есть поле для поиска, вы туда вводите шифр своей специальности и вам сразу же не нужно искать, потому что там очень-очень-очень много паспортов. Если не знаете шифр, ну, значит, придется методом пролистывания его искать и, соответственно, взять его оттуда. Паспорта находятся в открытом доступе, никаких паролей регистрации не нужно, вы просто скачиваете этот документ себе на компьютер и работаете. Вообще паспорт специальности я вам рекомендую распечатать. То есть этот документ, он такого активного пользования для аспиранта, и хорошо, если он будет у вас под руками во время вашей деятельности. Давайте, друзья, еще один короткий вопрос. Напишите мне, пожалуйста, вот то, о чем мы сейчас говорили. У кого это уже сделано? Вот кто уже определил для себя область исследования и тему? Ну, или плюсик, пожалуйста, поставьте. Или напишите, допустим, там, область определена, да, вот через слэш, например, не определена. У многих определено это все. Область определена, да, нет. Замечательно. Друзья, так у вас уже уровень вообще продвинутости в этом направлении просто отличный. Уже есть диссертация. Николай Александрович, нам остается только вас поздравить. И прям всем дружно за вас порадоваться, потому что у кого-то еще нет ни единой странички, а у вас уже целая работа. Это, конечно, прекрасно. Здорово, друзья. Вот те, у кого все определено уже, если вы этим путем пользовались, отлично. Если вы получили просто тему или каким-то другим образом ее определяли, не глядя в паспорт специальности, я вам, что называется, как добрый друг, рекомендую с паспортом познакомиться и посмотреть, куда все-таки ваша тема ложится внутри этого паспорта специальности. Это очень важно для вашего понимания потом, дальнейшего движения. Дальнейший шаг, следующий шаг, когда мы определились с областью исследования, и когда мы определили тему, причем вот я специально так, очень кратенько по теме, можно сказать, ничего не конкретизировала, просто определили тему, да и определили тему. А ведь на самом деле грамотно, классно определить тему – это не так просто. Более того, хочу немножко вас успокоить, если у кого-то тема по-прежнему не рождается, вот у многих был второй минус, да, плюс, то есть область понятна, а вот тема непонятна. Не думайте, друзья, что тема у вас должна возникнуть сразу, такая красивая, глобальная и так далее. Тема может у вас быть достаточно долгое время, ну, понятно, отдел аспирантура запрашивает тему, вы им дайте на радость, чтобы они уже успокоились, а сами с темой сильно не конфликтуйте, если она вам не нравится или вам кажется, что она какая-то не такая. Тема у вас может меняться потихонечку, она как бы будет наполняться смыслом, потому что вы будете погружаться в литературу, а кроме того, она может немножечко корректироваться внутри того исследования, которое у вас происходит. Но для того, чтобы не случилась ситуация, когда тема про одно, а диссертация совсем про другое, конечно, мы должны после темы пойти на шаг замысла, на четвертый шаг. Что такое замысел? Ну, это, знаете, примерно из серии, мне очень нравится сравнивать путь диссертанта с путешествием. Вот представьте, что вы отправляетесь в зарубежную поездку, вы не были ни разу в той стране, вы понятия не имеете, что вас ждет, но вы такой вот экстремальный путешественник, который решил еще и поехать не вот с туроператором, а самостоятельно. И вы начинаете изучать с одной стороны, что там посмотреть и так далее, и у вас в голове начинает формироваться такая картинка, а как будет выглядеть вот это ваше путешествие, оно такое в красках у вас, и мы вот это посетим, и вот это посетим, и может вы уже даже картинки какие-то в интернете посмотрите. Вот с диссертацией абсолютно то же самое. То есть вам нужно сначала, чтобы появилась какая-то идея, она появится сначала в голове, и только потом она появится в тексте. Поэтому замысел диссертации в каком-то смысле, это даже можно сказать не просто идея, это пока ваша фантазия, это пока ваше представление о том, как это будет, а сколько у меня интересно будет глав там, а что я буду в каждой главе говорить, так, а примерно вот какие они будут там по размерам и так далее, как они будут соотноситься с друг с другом, где у меня там новизна возникнет. То есть вот в таком ключе мы формулируем вот этот замысел. Делаете вы его индивидуально или с научным руководителем, понятно, что это, ну, как повезет, как повезет. Конечно, здорово, если ваш научный руководитель или научный консультант включается в этот процесс и помогает вам увидеть вот ту научную проблему или задачу, которую вы решаете. Я вот об этом на слайде написала, и буквально один короткий комментарий скажу. По положению присуждения ученых степеней, если кто его не смотрел, я вам тоже рекомендую посмотреть этот документ, четко написано, что вы должны делать в докторской диссертации и что вы должны делать в кандидатской диссертации. В кандидатской диссертации мы решаем научную задачу, поэтому это более мелкая работа. В докторской мы решаем научную проблему. Так вот, когда вы определили область исследования и определили тему, в рамках формирования замысла вы, самое главное, должны найти проблемность. Чтобы ваша диссертация не была рассказом по поводу чего-то, а она должна решать проблему какую-то. Внутри вашей темы может открыться очень много проблем. Проблема финансирования, проблема развития, проблема, может, создания вообще чего-то там и так далее. Вы их прямо записываете. Вот когда вы находитесь на четвертом шаге, вы себя вообще ничем не ограничиваете. Это что-то из серии техники мозгового штурма, когда мы вообще генерируем идеи и безоценочно их записываем. Здесь что-то примерно из этой же серии. Постарайтесь набросать какие-то идеи, какие-то ассоциации, которые у вас возникают в связи с вашей темой. Кроме того, конечно, постарайтесь рассмотреть внутри вашей темы актуальность. Актуальность, почему она именно сейчас, почему она вас задела, почему она так нужна сейчас на практике. Может, она уже устарела, эта тема, может, о ней уже кучу людей поговорила, что-то исследовала. То есть вот этот момент тоже, конечно, нужно при работе над замыслом, при формировании вот этой идеи, вот этой фантазии первоначальной. Вот эти вещи, конечно, нужно продумать. Кроме того, направления. Вот вы, возможно, выпишите там 3, 5, может быть, 10 проблем, которые вы сходу видите внутри вашей темы. Кто-то, может, одну напишет. Это не страшно. Но если у вас их будет много, то, конечно, вы не сможете в рамках одной научно-исследовательской работы прям все охватить. И поэтому вам нужно будет выбрать направление, в каком направлении вот из этих проблемных зон вы все-таки сконцентрируете свое внимание в своем исследовании. Распыляться тоже не стоит, потому что любую новизну, любое положение новизны, которое возникнет, его нужно будет доказывать и обосновывать. Если у вас их будет много, то это будет сделать очень сложно. Ну и, конечно, не забываем о значимости. И когда мы проблему-то вот эту нащупываем при формировании замысла, мы обязательно ее должны как бы соизмерять. А кому бы это было полезно? Вот для кого я буду писать диссертацию? Вообще, почаще задавайте себе вопрос, для кого вы пишете эту диссертацию. Ну, понятно, для себя, чтобы получить там ученую степень, повышение и так далее. Но ведь, наверное, она кому-то, может быть, еще должна быть интересна, да, каким-то органам власти или, может быть, каким-то экономическим субъектам или неважно кому, да. То есть вы должны это в голове держать на этапе формирования замысла. Если вы этот этап пропустите, то это примерно такая ситуация, когда, опять же, возвращаясь к путешествию, да, вы поехали, думая, что, ну вот я туда приеду и по месту сориентируюсь. Ведь многие так думают. Сейчас я познакомлюсь с литературой, почитаю там 100 источников, и у меня возникнет тогда понимание, идея и так далее. Вы прочитаете 100 источников, друзья, но если вот этот замысел, на это не потратится время, то диссертация будет писаться на ощупь. То есть что значит на ощупь? То есть вот какая литература есть, о том и пишу. Вот исследовала, посмотрела, там какие-то эксперименты поставила или методики разработала, их опробировала и вот об этом и написала. А зачем, почему именно это, как обосновать это? То есть вы можете сами себе затруднить задачу потом при работе с новизной. Поэтому вот этот этап, может быть, этот шаг может казаться таким не очень-то серьезным. На самом деле он очень важный, очень важный и очень приближающий вас к результату. Если у вас нет возможности обсуждать свои идеи, свое видение с научным руководителем, то хотя бы результаты свои, набросочки вот эти покажите обязательно, для того, чтобы у вас все-таки было какое-то, ну уж если не взаимопонимание, то у него понимание того, куда вы собрались двигаться. Это очень важно, потому что часто бывает так, что научный руководитель иначе представляет ваш путь, и этот путь осложняется. Я говорю это не просто так, я, например, кандидатскую диссертацию готовила 7 лет, причем у меня за это время было 3 научных руководителя. Более того, за это время я вообще бросила, отчислялась там, останавливала свою работу полностью и потом ее возобновляла. Поэтому вот, чтобы не было вот таких вот непонимания какого-то, лучше, конечно, показать хотя бы просто, что называется, для галочки, чтобы ознакомился. Ну и когда мы с вами вот область выбрали, тема есть, в тему начали погружаться, возникла вот эта идея, когда у вас возникнет идея, у вас будет совершенно потрясающее состояние, когда вам захочется срочно бросить все дела и начинать вот это исследовать, изучать там, и так, знаете, погрузиться в это все. Потому что настоящий исследователь чувствует от этого удовлетворение, удовольствие, потому что он что-то сделал и получил что-то новое. И поэтому, конечно, это такая, как болото, оно засасывает, и вот прям так хочется вот дальше больше этим заниматься. Но для того, чтобы мы с вами продвигались, нам нужно в обязательном порядке иметь план. Я сейчас не хочу говорить о плане диссертации. План диссертации – это штука серьезная, его надо понимать, как составить на разных этапах, он может быть разный и так далее. Я сейчас хочу поговорить о плане деятельности, о том, что делать. Когда вы начинаете делать, ну, допустим, поступили в аспирантуру, начали учиться ходить на занятия, там еще что-то, потихонечку начинаете собирать литературу, и вот что-то начинаете делать по отношению к вашей диссертации, вам обязательно нужно планировать. Потому что, опять же, если мы не планируем, мы движемся, абы как, не понимая, куда мы движемся, и не осознавая скорости, с которой мы движемся. Поэтому здесь очень важное значение – имеет приоритетность. С чего начинаем, куда движемся. Опять же, если вы совсем-совсем в начале пути, начинайте с публикации, начинайте с выступлений. Как только чуть-чуть уверенность появилась в себе, что вы можете на эту тему говорить, начинайте выступать. Вообще мы выступать очень не любим. Большинство, я имею в виду по своей теме, вот по какой причине. Большинство из нас работают преподавателями. Преподавателями работают много лет. Я, например, преподавателем работала 18 лет. И у нас складывается такое ощущение, у нас возникает такая немножко профессиональная деформация. Нам кажется, что я сейчас зайду в любую аудиторию, с любого места, начну вещать, и все будет прекрасно. Я этой аудиторией овладею за две минуты, и вообще все классно. Возможно, это и так. Возможно, в области проведения своих лекционных занятий по своим курсам, вы ас, вы мастер, и вас замечательно приятно слушать. Но когда мы говорим про диссертацию и про доклады по поводу этой диссертации, это совершенно другое дело. Во-первых, вы выступаете перед другой аудиторией. Вы выступать будете не перед студентами. Во-вторых, вы знакомитесь с другим терминологическим аппаратом, который вам раньше был незнаком. И вот грамотное использование этого терминологического аппарата достигается только частотой его использования. То есть, если вы пока еще не готовы выступать, вы хотя бы что-то читаете дома вслух, для того, чтобы вы нарабатывали умение, если хотите, произносить это все. И, конечно, о приоритетности мы не забываем, что у нас еще одним из направлений являются документы. То есть, мы должны вовремя все готовить. Спрашивайте в отделе аспирантуры до тех пор, пока вы до диссертационного совета не доберетесь. А когда вы уже вашу работу примут в диссертационном совете, то там вообще мы регулярно спрашиваем секретаря диссертационного совета, что нам на этом этапе делать. Опять же, чтобы не упустить временные регламенты, которые очень длинные на некоторых этапах. Ну, например, я вот только малюсенький пример приведу. Вот представьте, вы уже написали диссертацию, вы уже доложили по поводу этой диссертации там, где вы работали над диссертацией, вас выслушали и приняли уже решение, что рекомендовать вашу работу. Рекомендовать. Все, можно ехать уже в диссертационный совет. Так вот, друзья, вот эту бумагу, заключение организации, в которой готовится ваша диссертация, на нее дается, на ее подготовку дается 2 месяца. То есть, вам сегодня сказали, что вы молодец и, в общем-то, уже можно защищаться, а бумага может готовиться 2 месяца. Поэтому и таких периодов просто сплошь и рядом подали документы в диссертационный совет. Если там все прекрасно, диссертационный совет назначает вам экспертную комиссию по вашей диссертации, эта экспертная экспертиза может проходить целый месяц. Кроме того, потом начинаются всевозможные, опять же, регламенты, если приняли, то вот столько-то вам времени на такие-то виды деятельности. Именно поэтому я и говорила в самом начале о том, что заниматься наукой и написать диссертацию, это вообще не одно и то же. Потому что я занимаюсь наукой в своем режиме, а диссертацию я пишу так, как мне говорят регламенты. Что касается плана деятельности, на пятом шаге, в обязательном порядке, друзья, я вам рекомендую использовать элементы, уж я не говорю даже прям элементы тайм-менеджмента, но хотя бы самое простое планирование времени. Что нужно спланировать обязательно? Периодичность. Мы все с вами живые люди, мы работаем, у нас есть семьи, дети и так далее, и поэтому мы не можем в любой момент времени садиться и заниматься диссертацией. Ну так вот устроена жизнь. Но если мы с вами хотим двигаться и двигаться быстро, то мы должны определить, например, я буду заниматься через день, вот что называется периодичность, я определилась, когда, какой этот период будет. Кроме того, я определяю продолжительность. Или, например, я говорю, я буду заниматься в среду, потому что у меня нет занятий, и в субботу, потому что это у меня тоже выходной день. В воскресенье я оставляю, например, для семьи детей. Но в среду я, допустим, два часа буду заниматься, а в субботу я буду заниматься пять часов. И прямо себе в ежедневник мы это фиксируем. Как дела, как встречи, как самые важные задачи, которые вы себе ставите. Сроки, ну это, конечно, то, что очень сильно мотивирует, некоторых, конечно, угнетает, но это как элемент вообще-то продвижения, очень хорошо работает. Ставьте себе дедлайны. Если у вас научный руководитель хорошо с вами взаимодействует, просите его устанавливать дедлайны, чтобы вы знали, что к какому-то времени вам нужно что-то выслать. Если нет, сами себе устанавливайте. Ну и когда вы вот в ежедневничек себе пишите, что, например, в среду у вас есть два часа на то, чтобы поработать над диссертацией, прямо пишите, что вы будете делать. Вот что эти два часа вы будете делать? Читать литературу, наработать с текстом диссертации, обрабатывать результаты исследований или только проводить его, оформлением заниматься или там доклад готовить, или что вы будете делать. Прямо пишите. Вот при таком планировании деятельность у вас пойдет очень активно и в нужном направлении. Шестой шаг важнейший, важнейший. Без него вот вообще никуда, просто. Это правильный настрой. Что такое правильный настрой? Вот этот слайд, он полностью отражает правильность настроя. Когда мы начинаем что-то делать, во-первых, сначала почти все будет не получаться. Особенно у тех, кто только начинает писать кандидатскую диссертацию. Еще если человек, например, давно закончил вуз или не занимался вузе наукой, там не готовил статьи, не участвовал в конференции. То есть вот с нуля человеку нужно написать диссертацию. То сразу все получаться не будет. Что-то получится, что-то нет и так далее. И вот эта вот вера в себя, она начинает угасать. Когда я, я просто на своем примере приведу, да, когда я решила, что я буду отчисляться, у меня было примерно такое настроение, что вообще как мне могло прийти в голову писать диссертацию? Ведь диссертацию пишут только гении. Там это надо обладать какими-то сверхчеловеческими способностями для того, чтобы ее написать. И в общем, что-то я как-то вот так замахнулась не на то, поэтому Наташе надо заниматься просто обычной жизнью, давай будем отчисляться. То есть вот у меня так произошло. У меня произошло это благодаря моего научному руководителю, который постоянно вот веру в себя у меня подрывал всеми возможными способами, которые только были. И поэтому, конечно, надежда остается только на вас, потому что если такой научный руководитель есть, верить в себя главное. Пусть он вас не верит, вы в себя верьте. Для того, чтобы этот правильный настрой получился, нам очень важно знать некоторые моменты. Первое, что путь не быстрый. Но не сможете вы это сделать за год. Ну нет, может быть написать саму диссертацию, вот в принципе, сам текст, может быть и сможете. Но вот просто вообще с нуля сделать все-все-все, все виды деятельности за год, конечно же, нет. И если вы неправильно для себя в голове представили продолжительность пути и ожидаете, что вот-вот завтра все случится, то вы постоянно будете находиться в каком-то состоянии разочарования, что вот завтра не случилось, а я-то думал. А второй момент тоже очень важный. Не только жизнь циклична, но и работа над диссертацией тоже имеет определенные циклы. Вот эти качели, взлеты, падения, сегодня все получается, завтра ничего не получается, это естественно. Это не потому, что вы такой плохой или неудачник, или еще что-то. Это нормальная ситуация работы над таким сложным научным текстом. Кроме того, нормально, когда вас будут ругать. Будет много моментов, когда кто-то скажет, да это вообще ерунда, какая-то там диссертация или еще что-то. Вы просто к этому должны быть готовы, потому что у каждого свое мнение. Вы не будете всех подряд переубеждать, будут личности, которых важно будет переубедить, но всех подряд переубеждать не нужно. Поэтому, конечно, несмотря на то, что и циклы будут, и путь долгий, надо все-таки создавать для себя ситуацию, когда вы сможете получить от этого удовольствие. Нравится проводить исследование? Проводите его с удовольствием. Нравится выступать? Чаще выступайте. То есть поддерживайте то, что вам нравится, для того, чтобы вот это ваше старание, оно как-то вас вело и мотивировало. Ну и, конечно, когда мы говорим о настрое, если мы будем делать, ну, знаете, так вот, наугад, да, вот, наверное, я буду делать так. Не получится, неэффективно будет. Вы будете делать, конечно, он называется метод проб и ошибок, то есть вы попробуете, у вас не получится, вы попробуете другим способом, опять не получится и так далее. Лучше просто узнать, какие эффективные приемы подготовки диссертации, подготовки статей, там, работы с документами существуют. И вот этого придерживаться. Чем изобретать велосипед? Потому что, в принципе, уже эти моменты известны, ими стоит пользоваться. Это тоже будет поддерживать вас такое состояние успеха, когда у вас получается. Вы пробуете, у вас получается. Это очень важно. Ну, и еще один момент, вообще невероятно важный, правильного настроя, это помнить, что вот на эти три года, когда вы поступили в аспирантуру, ваша жизнь не закончилась. То есть не случится такого, что вот вы поступили в аспирантуру, и все, у вас какие-то там спецусловия, все, сплошной шоколад, никто на работе вас не дергает, дома все там здоровы, никому внимания не нужно, у вас прям 20 часов в сутки, ну, 16 часов в сутки, остальное время вы спите, да, для того, чтобы работать с диссертацией, но не будет такого, но не будет такого. Жизнь будет продолжаться, она будет преподносить свои сюрпризы, и наша задача с вами при подготовке диссертации, во-первых, это помнить, а во-вторых, адаптироваться к этому. Ну, что называется, если я прочитала там или посмотрела прогноз погоды и понимаю, что будет холодно, я одеваюсь тепло или беру зонт или еще что-то, точно так же, если я понимаю, что вот каких-то специальных условий мне никто не создаст, ни на работе, ни дома, я все равно буду мамой, женой, там, завкафедра и так далее, да, все, я научаюсь в этой ситуации что-то делать. Причем я научаюсь не только работать, но и отдыхать. Вот когда вы будете заниматься планированием и запишите себе, сколько часов в день или там через день, или как вы определите для себя, вы будете работать над диссертацией, вот я, может быть, странную вещь скажу, но я вам очень советую, друзья, вот точно так же, в ежедневник, напишите себе, когда вы будете отдыхать. Я сталкиваюсь с большим количеством людей, которые работают над кандидатскими и докторскими диссертациями, просто я сейчас занимаюсь таким проектом, и поэтому я вижу, как у людей возникает ситуация полной остановки, и они удивляются, почему, ведь у меня все есть для того, чтобы двигаться, а я не могу двигаться, так ты просто устал. Вы вспомните, задаю я вопрос, а когда вы в последний раз отдыхали? А когда я отдыхал, я себя всего запилил, что я отдыхал. Как это ты не писал диссертацию в этот день, говорит мне там один из участников нашей группы, да, он, я вот сидел весь вечер как бы отдыхал и себя пилил весь этот вечер. Нет, если вы не научитесь отдыхать, это такой же обязательный элемент подготовки диссертации, как, собственно говоря, работа над ней, потому что трудно очень, организм свой нужно беречь и нужно создать себе условия. Вот не специальные условия, которые кто-то вам создаст, а самостоятельно для себя создать условия. Вот мы рассматриваем вплоть до того, как организовать рабочее место свое, какие программы себе поставить на компьютер для того, чтобы вовремя отдыхать и так далее и тому подобное. То есть озадачьтесь этим вопросом, он очень важный. Ну и, конечно, когда мы говорим о вообще самом процессе действия, да, седьмой шаг связан с тем, что мы при подготовке диссертации занимаемся не всегда свойственной нам деятельностью. Ну, мы, например, раньше были преподавателем просто и вели лекции. Ну, когда-то там одну-две статьи написали, три, пять, десять, может, у кого какой интерес, да, но не более того. А тут, когда вы начинаете готовить диссертацию, вы должны заниматься совершенно другими или очень непохожими видами деятельности. И поэтому вот здесь для меня вот этот шаг очень напоминает занятие спортом. Когда вы начинаете писать диссертацию, это примерно то же самое, что вы решили начать бегать. И сначала вот как-то, ну вот не вкатывается, вот как-то, ой, утром вставать, неохота, может, полежу, и сегодня не побегу, сегодня дождик и так далее. И вот когда вы начинаете писать диссертацию, ситуация ровно такая же, друзья, ровно такая же. То есть вы, например, садитесь к компьютеру, такой как отличник, ответственный аспирант или докторант, включаете его и говорите, да, вот у меня же в ежедневнике написано, что я сейчас буду писать. Сел, не пишется. У кого такое было? Поставьте какой-нибудь смайлик или плюсик или что угодно, какой-нибудь знак подайте, пожалуйста, в чате. Вот не пишется. Вот смотрите, сколько много людей, которые с этой ситуацией сталкивались. Она нормальная, она абсолютно нормальная, друзья. То есть здесь у нас не собрались странные люди, мы все абсолютно нормальные. Начинать всегда сложно, но начинать всегда важно. Как мы начинаем? Вспоминайте, вот кто, очень сложно, согласна. Вот кто бегать хотел, например, или каким-то спортом когда-то заниматься, как мы себя вот вытягиваем на первые разы. Ну, например, можно купить красивую форму и возникает желание ее показать, для дам пример привожу, да, и тогда бег становится более привлекательным. Да, мы сами себя туда затягиваем. Точно так же и с диссертацией. Начните с того, что у вас лучше всего получается. Писали раньше статью? Начинайте со статьи, начинайте подбирать литературу. Не сидите пока ни с какими планами, не вздумайте писать сначала диссертацию. Вот потихонечку, полигонечку. Второй очень важный момент – маленькие шаги. Мы очень недооцениваем эффект маленьких шагов. Вот совсем чуть-чуть. Как мне многие говорят, Наталья Александровна, я не успею к нашей консультации подготовить то, что мы договаривались. Сядьте и хотя бы сделайте оформление. Сядьте и сделайте хоть маленечко, построите график какой-то, найдите данные статистические, что-нибудь совсем малюсенькое для того, чтобы было продвижение. И вот эти маленькие шажки вы потом сами не заметите, батюшки, уже и материал набрался, уже что-то написано и так далее. Кроме того, абсолютно как в спорте постепенность, но регулярность. Если вы, например, сегодня пришли потому на вебинар, что у вас была какая-то остановка, и вы вот собираетесь сейчас дальше продолжать, или наоборот, вы только на самом старте вот этого пути. Ни в коем случае не надо себе в ежедневник писать, что я буду сразу же, завтрашний, вот сегодня меня так мотивировали, я прям с завтрашнего дня буду работать через день по 5 часов. Ни в коем, даже если у вас есть на это свободное время, ни в коем случае. Поставьте себе, вообще создавайте для себя ситуацию успеха, поставьте себе такие временные рамки, которые у вас получится сделать, и вы должны почувствовать результат. Это самый сильный элемент мотивации, ситуация успеха, когда у вас получается. Вот у кого есть маленькие дети, которые, допустим, в школе учатся, младшие школьники или там средние школьники, какие предметы мы не любим, по которым у нас не получается. Точно так же, если у вас получаться не будет, ваша мотивация сдуется, и все, желание двигаться не будет. А нам нужно это желание иметь. Что тренируем? Если с бегом все просто, красиво оделись, пошли в парк или в лес в ближайшие и дышите на природе, то с диссертацией несколько сложнее. Тренируем все виды. То есть во всех направлениях, которые нам нужно научиться действовать, мы учимся. Сразу хочу сказать, что есть направления, в которых не страшно учиться. Ну, например, там сижу я и пишу текст диссертации, он пока у меня плохой, но его же никто не видит, думаю я. И поэтому мне как-то так спокойно на душе, ну и что, потихонечку я его вычищу, все будет хорошо. А вот, например, когда я пишу статью, я же понимаю, что я сейчас ее отправлю в журнал, прочитают и скажут, какая же у нее там нехорошая статья. И мне страшно. И я сижу, статью написала, но не отправляю ее. Вот знаете, как я вам посоветую? Конечно, отправляйте научному руководителю для этих целей, но если научный руководитель не отвечает, например, плохо контактирует с вами и так далее. Это масса, это вот, я не просто так примеры привожу, 80% тех, с кем я общаюсь, именно в такой ситуации находятся. Поговорите со своими коллегами на кафедре, покажите кому-нибудь, кому вы доверяете. Точно так же с выступлениями. Не начинайте выступать, например, на конференциях со своей темой. Попросите на кафедре, чтобы для вас на заседании кафедры организовали там 10-минутный промежуток времени, поставили в план ваше выступление. И вы при своих, при родных, с кем вы контактировали и все нормально, тихонечко начнете выступать. Возьмите, ну, конечно, понятно, смотря какая тема. Вставьте, например, этот кусочек где-то там в рамках своего учебного процесса, если он уместен. И на тех же студентах проэкспериментируйте, проговорите и так далее. То есть немножечко хитрите для того, чтобы ваш путь был более мягким, чтобы не сразу на критику, вот на эту, которая обязательно будет, чтобы не сразу на нее попадать, на эту критику. Ну и, конечно же, вот все, что мы делаем, все вот эти тренировки наши, там, статьи и так далее и тому подобное, конечно, лучше делать совместно с теми людьми, которые тоже на этом пути или те, которые прошли этот путь. Во-первых, вместе не так страшно, когда, тут тоже срабатывает очень замечательно наша человеческая психология, когда рядом с тобой человек и у него все получается, а у тебя нет, ты думаешь, ну, раз у него получается, значит и у меня получится. А когда рядом с вами человек, у которого не получается и у вас не получается, вы тоже думаете, ну, значит, не я один такой, да, у кого не получается, значит, тоже все нормально. И как-то расслабляется ситуация, у вас нет такого напряжения, а когда нет напряжения, тогда идеи лучше рождаются, и новизна та же самая лучше приходит, и ярче начинает выглядеть. Кроме того, конечно, вам могут дать какой-то совет, вам могут подсказать эффективный способ, как сделать что-то или наоборот, чего-то ни в коем случае не делать. Поэтому, конечно, когда рядом с вами единомышленники, это здорово. Ну и, что называется, завершая наш разговор, я приглашаю вас, если вам такие единомышленники нужны, присоединиться к нашей компании. У нас проходит марафон онлайн, то есть мы точно так же общаемся тоже через сервис Мерополис по подготовке диссертации. Все темы этого марафона я не придумывала, я уже более полутора лет работаю индивидуально и занимаюсь групповыми занятиями и консультирую тех, кто готовит диссертации. Это вообще запрос слушателей, поэтому мы 20 тем наиболее значимых определили, и вот такой марафон у нас идет. Он на самом деле уже идет, он не только начался, но к нему можно присоединиться с любого момента, потому что есть возможность получить доступ к записи, есть возможность присоединиться онлайн. Поэтому, если у вас рядышком таких единомышленников нет, буду рада видеть вас в нашей компании. Что касается тем, опять же, можно не на всем марафоне участвовать, а только выбрать то, что вам ближе, нравится, актуально, потому что вы на том или ином этапе находитесь. Поэтому, что называется, друзья, давайте дружить и дальше. Буду рада вас видеть в нашей компании, на наших онлайн-встречах. Ну и, конечно, присоединяйтесь к группам, добавляйтесь ко мне в друзья, я с удовольствием вас где-то замотивирую или поддержу, или еще что-то. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, я специально не задавала внутри вот этого нашего общения, для того, чтобы вот как-то нить не потерять. А вот у нас во вкладочке тут есть вопрос. А, это про запись вебинара, все понятно. Вам, друзья, спасибо. Мне было очень приятно, что мы сегодня днем встретились. Не знаю, как у вас, у меня прекрасный солнечный день за окном. Желаю вам такого же приятного солнечного настроения. И самое главное, верить в себя, в свои силы, что все получится и все будет удачно. Точно, и продолжать, и успешно завершать. Тоже, Ирина Георгиевна, надеюсь на сотрудничество. Давайте будем встречаться. А у нас ночевая, Екатерина Александровна, это тоже здорово, что вот мы так вот в разных местах, но и тем не менее так близенько, так рядышком. Ну что, друзья, я вопросов не вижу. Павел Юрьевич, вы к нам присоединитесь в конце. Коллеги, да, присоединяюсь к вам, как всегда. Спасибо, коллеги, что пришли нас поучаствовать сегодня в вебинаре. Надеюсь, сегодня для вас был интересный и полезный вебинар. Судя по активности в чате, это действительно так. Ну что ж, я хочу с вами тогда проститься сегодня и напомнить, что вся наша нынешняя неделя будет очень активная вебинарная. Каждый день в 12 часов у нас будет проходить вебинар. Приходите на наше расписание, смотрите, какие вебинары вам интересны, регистрируйтесь на них и приходите на наши вебинары. А то, что у нас будут интересные спикеры, это я вам гарантирую, как человек, который сам этих спикеров выбирает, договаривается с ними и при этом выступает защитником ваших интересов и ваших пожеланий. Ну что ж, коллеги, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Новые встречи уже скоро, завтра. Приходите к нам в Директ Академию, будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...